Все хорошо, на самом деле гораздо лучше, чем я ожидала. Я думала, будет хуже. Думала, да, что голос будет хуже. После операции Юлия быстро идет на поправку. Хотя еще несколько дней назад могла говорить, только прижав ладони к шее. Туда, где стояла трахеостома, специальная трубка, через которую девушка дышала. В 2008 году Юля получила тяжелые травмы в автоаварии. Врачи насчитали 25 переломов. Во время многочисленных операций в горло вставляли трубку искусственной вентиляции легких. Из-за этого трахея стала разрушаться. Обычно в таких случаях хирурги удаляют часть травмированного органа и сшивают. Но трахея девушки была поражена почти полностью. Хирургия трахеи бывает драматично. Но когда вы удаляете большой участок трахеи, то до того, что было сегодня, вы не знаете, сможете ли вы ее натянуть, сшить или нет. Четыре года жизнь Юли состояла из запретов. Ей нельзя было купаться, смеяться и нужно было как можно меньше разговаривать. Я как рыба получалась. Я попала беременна. В третьем месяце беременности я подкополучно родила. Но вот испытывала все это время трудности. Полтора года вообще не было голоса. Никакого. Полтора года ребенок вообще не слышал голоса матери. Шанс вернуться к нормальной жизни дало уникальное изобретение иностранных ученых. Биопротезы, созданные из нанокомпозитного материала. В прошлом году шведский хирург Пауло Макеарени провел первую пересадку искусственного органа. Но Юлин случай особый. Она первый в мире пациент, которому должны были пересадить биоинженерную трахею с частью гортани. Снимаем повязку, делаем вот здесь небольшой разрез. Вставляем верхнюю часть трахеи, потом аккуратно нижнюю. А потом ты сможешь говорить, петь, танцевать и вообще делать все, что захочешь. Операция длилась пять с лишним часов. Хирурги сначала по кусочкам извлекли разрушенную трахею, затем на ее место поместили биопротез. Кропотливая работа, которой предшествовала еще более тщательная подготовка. Для России это уникальный опыт. Раньше в стране пересаживали только донорские трахеи. Это и опасно, и приходилось долго ждать подходящий орган. Теперь их создают в лаборатории. Гибкий и упругий каркас сделан из синтетического материала. Из похожего производят пластиковые бутылки. Материал, который используется для создания этого каркаса, достаточно упругий и гибкий, чтобы трахея была подвижна. Каркас изготовили по индивидуальным меркам, снятым с Юли. Потом поместили вот в этот биореактор, где обработали собственными клетками пациентки, выделенными из ее костного мозга. Через два дня на каркасе образовалась живая ткань. Наблюдали за этим круглосуточно в стерильном помещении, старались даже не разговаривать, общались на языке жестов. Вот коллеги спросили у ученого, следящего за процессом, сколько он еще пробудет в лаборатории. Ответ как минимум 10 часов. Изготовленный таким образом орган практически ничем не отличается от настоящего. Нет никакого риска отторжения, потому что этот материал абсолютно совместим с организмом пациента. Так что не надо принимать ему на подавляющие препараты. Выйдя из наркоза в операционном зале, Юля расплакалась и поблагодарила хирургов. Я для начала даже просто хочу куда-нибудь съездить, отдохнуть, я нигде не была. Ребенок у меня нигде не был в первую очередь. Накануне в Краснодарской клинике провели уже вторую такую операцию. Биоинженерный орган пересадили молодому мужчине, также прожившему несколько лет с трахеостомой в горле. Трансплантация для таких больных единственный шанс.